Уже не за горами День знаний, а неизменный атрибут этого праздника – букет цветов, предназначенный для любимого учителя. 30 августа на советском проезде состоялся мастер-класс для школьников по изготовлению цветочных композиций, организованный руководителем школы флористики Владимиром Петровым. Калла одна, видишь, пошла, а эту каллу немножко здесь, чтобы у тебя было… Ну, чтобы оно было вот так. Вот направление букета этого будет, вот оно. Туда уходит все. Движение. Это впервые в нашей истории за 24 года, когда дети пойдут со своими изделиями в школу. Сами сделали и сами пойдут в школу снимешь. Такая была идея. Спасибо всем тем, кто поддержал нас. На мастер-классе профессиональные флористы показали ребятам множество удивительных идей для составления композиции из цветов. Все, что растет, вы знаете, я всем рекомендую, всем флористам, всем профессионалам выращивайте цветы. Выращивать не покупайте. Купить может, ну, все будете одинаково. У нас почти все цветы, которые вы видите, они выращены у нас. Главное в букете – к первому сентября подобрать цветы, которые не завянут как можно дольше. Отлично подходят астры, георгины и хризантемы. У нас здесь используется гортензия. Но гортензия не голландская, а садовая наша, которая растет в Подмосковье. У нас здесь используется лизиантос. Используем гипсофилу, которая окрашена. В основном она белого цвета. Обязательным основанием для всех букетов был оазис. Он позволяет надежно закрепить растения под любым углом и продлить их свежесть. Не прижимаем, чтобы вода сохранялась в оазисе. Софья Якиян занимается в школе флористики. Соня признается, что с раннего детства мечтала научиться правильно составлять необычные букеты из цветов. Это каркас из цветной бумаги, цветы, гортензия. Потом снежные ягоды. Алиса в этом году идет во второй класс. На День знаний своей учительницы она приготовила композицию, в которую включила свои любимые гортензии. Сочетание цветов очень хорошее. И вот я хожу на рисование, так что мне легче подбирать цвета. Преподаватели флористы отметили, что ребята очень творчески подошли к делу. Замечательно справляются. У детей есть возможность фантазировать. Я не думаю, что они задумаются именно о колористике. Они смотрят на фактуру цветка. Им что нравится, они берут и устанавливают непосредственно на свои композиции. Сопровождали уроки по цветочному дизайну танцы под музыку проекта «Горилла Зипа». Номера были подготовлены руководителем Центра хореографии Натальей Бобровой. Например, как балетмейстер, могу сказать, что все хореографы балетмейстер все равно от природы что-то берут. Мы наблюдаем за природой, как двигаются растения, как ветер. Но только мы переводим это в движение. В заключении мероприятия состоялось небольшое дефиле. Юные участницы мастер-класса под аплодисменты зрителей прошли со своими работами по импровизированному подиуму. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.